В Москве состоялась восьмая по счету выставка «Мото-весна». Эта выставка, безусловно, для людей, небезразличных мотоциклов. Но немало здесь людей, для которых мотоцикл никогда не представлял из себя что-то основополагающее для жизни. Они здесь открывают абсолютно новые грани для себя. Экспозицию разделили на несколько зон – спортивную, бизнес и кастомную, где организаторам удалось собрать рекордное число экспонатов. У нас рекорд по объему экспозиции. У нас более 200 участников, 200 стендов в выставке в России, такого количества стендов никогда не было. В бизнес-зоне, где сразу можно присмотреть себе мотоцикл, раскинули стенды нескольких компаний с мировым именем. Здесь и Харли Дэвидсоны, и BMW, и, конечно же, Ямахи. Спортивный R1 с мотором мощностью 200 сил собрал вокруг себя не один десяток желающих посидеть в седле. Плюс у нее какие? Она идет в карбоне, здесь электронная подвеска с множеством регулировок, плюс у нее идет GPS-трекер, то есть когда катаешься по треку, ты можешь отсадить свой путь, как ты ездил. Кастомная зона изобиловала всевозможными изысками мототехники. Мы находимся на выставке «Мото-весна», где в этом году собрано рекордное число экспонатов. Здесь есть и бизнес-сегмент, и кастомные модели, но главное – экспонаты, которые говорят, что значит настоящий олдскул. Такие, как этот. За основу тут было взято ничего, только концепция, скажем, похожесть на самокат. Я проект назвал «Мега-кат», потому что двигатель для такой легкой конструкции достаточно мощный. 180 кубов четырехтактный двигатель с вариаторной трансмиссией от китайского скутера. К слову, эта конструкция способна набирать под 100 км в час. Следующую выставку «Мото-зима» организаторы проведут на Красной Пресне в декабре. Субтитры создавал DimaTorzok